Ну ведь Володя вам сказал уже, что вчера приключилось. Ну он не стал рассказывать, говорит, сначала звонил к Лиде, а она... Алексей, Алексей, правильно? Да. Алексей искал меня для встречи. Я была у вашей сестры, помогала ей там швейную машину наладить. У Валентины? Да, швейную машину. И он звонил сюда, он сюда приходил, потом звонил маме, где Лида. Срочно пусть зайдет. Уже было часов 8-9 вечера, полдесятого вечера. Зайти, зайти, чтобы она зашла. Ну что же делать, пошла. Надо шторки опустить. Да нет. Что же делать, пошла. Открыл такой счастливый, а это было уже полдесятого, чуть ли не десяти. Что, какие вопросы? У меня к вам беседа. А ты ничего не догадывалась? А что, разговор? Немножко догадывалась, немножко. Во-первых, я догадалась, когда был праздник здесь, только в среду, правильно? Да. День деревни. Да, это воскресенье было. Вот, воскресенье, день деревни. И когда он открыл свой базар, я поняла, о, бизнесмен сюда вселился. Все наложено, все с этикетками, фирменные этикетки. Я думаю, ничего себе, у вас здесь такой бизнесмен, он у вас всех в порошок сотрет. Это первый шаг. Это первый шаг. Второй. А где вы видели? Там, где у вас церкви выставлено было. Ну да, на продажу, причем на продажу, для своих же. Там слово «Слобода» написано было? Не было. Не было. Тонко дело. Второе. Когда вы же нас привезли, то есть, ну да, мы приехали с двумя молодыми парами, вот, они тоже были первые, да, как туристы, и он зазвался к нас показать свой особняк, свой терем. И когда он весь тереман показывал, все детали, какой у него шикарный интерьер, как у него все сделано, то я спросила, а к чему это роскошь в такой деревне, далекой от трассы, от, так сказать, проходного пути? Смотри, клещ. Клещ. Надо, раздави ногой. И мне попал клещ тоже первый день. Ну, они у нас не инсипалитные. Они, ничего в них нет, оторвалось и все. Ну, вы меня слушаете? Светелька сходит. Вы меня слушаете? Да. Короче, когда с молодежью я пришла на экскурсию в этот терем, он стал все это расписывать, я спросила, а какие у вас намерения, что делать в этом тереме вдали от трассы, активной жизни? Туризм. Здесь будут туристы. Мы сделаем все натуральное. Мы будем приглашать, угощать в одеждах старинных и от старинной пищи. Я рассмеялась, но это же очень далеко от трассы, никакой турист к вам не добьется. А здесь самолеты будут высаживать их. Это было неделю назад. И передо мной был такой ребенок из сказки, который мечтал. А это все-таки взрослый человек с четырьмя детьми почти. Это так забавно. Это две вещи я заметила на прошлой неделе. Но почему-то, когда вчера он настойчиво меня звал, я понимала, куда я иду, в какой дом. Но я не думала, что вся эта история, вся эта игра продолжится. И надолго, еще на два часа, он меня усадил за стол поговорить. И весь полыхает таким энтузиазмом, огнем о туризме. О туризме. Это уже, Игнатий Тихонович, ваша ошибка. Я вас умоляла. Не говори, что приедет Лидия из Америки. Он же весь на Запад мчится, оглядывается на Запад. Да как бы ни вы, не знал, поэтому разговора не было. Это наоборот, это хорошо. Что же хорошего, когда он решил, что Лидия из Америки сейчас сделает... Ну, это другое дело он решил. Главное, что он показал. А до этого у меня разговора такого не было. Нет, это хорошо, что знал. Ну, ну ладно, открыл свое лицо подлинное. Подлинное лицо его в том, что ему надо быть бизнесменом. Торговать всем, что только есть у него вблизи. Все продавать, и вероятно, за хорошую цену. Очень напоминает вашего молочника по стилю. Но очень смешно. Потому что очень наивен. Но это другая тема. И главное, туризм с иностранцами. Я говорю, ну Китай-то ближе к вам, чем Америка. Ну, заметьте, с Китаем вы сюда позовете, все приедут. Табуны прискочут, и от вас и Пулинки не останется в два дня. А Америка слишком далеко. Какой же бизнес вы хотите затеять с ними? Одним словом, это была такая игра. Длилась два часа. А он серьезно-то говорит все? Я не знаю, насколько он серьезный. Он по лицу уверен, что он так и думает. Он, вероятно, думает. Америка сказала, здесь живет такой взрослый ребенок. Но в то же время это и опасность. Потому что он так меня увлек из этой беседы. Как ему представлять? Как ему показывать весь его особняк? Ну, послушайте, вы еще не достроили? Как же вы будете показывать? Вы сначала достройте. Я его мечту постоянно опускала к реализму. Вы сначала достройте. Вы сначала напишите по-русски, так сказать, лекцию, если провести экскурсию. По-русски. Потом на английский приведите. Потом овладейте английским, чтобы это легко вам самим все показывать и рассказывать без переводчика. А потом вы должны этот материал сделать очень коротким и емким. Американцы не любят длинных тем. Они быстро утомляются. Он всему этому удивлялся. Удивлялся. Я им открывал Америку с этими предложениями. Вот его еще не надо. Наоборот, надо было. Ну, как же так? Выяснилось, что у него и брат живет в Америке. Он думал, Манхэттен – это город. А не центральная улица Нью-Йорка. То есть настолько он далек от того западного мира. Сестра живет в Мэйн, штат Мэйн. Как же он так все мечтает? Я говорю, так вы с ними побольше пообщаетесь. Может, они вам дадут больше информации, что же такое реальная Америка. И за каким же, говорю, у нас есть Амиш. Такая община с XVIII века, живущая, продолжающая традиции XVIII века с керосиновыми лампами. Но они живут изолировано. Только сейчас стали немножко открываться и устраивать экскурсии, да, приглашать. Но это только все очень строго и регламентировано, как экзотика. Но очень мало любителей туда попасть. Чем вы заманите в этот отдаленный край американцев? Одним словом, это все длилось два часа, вероятно, правда? Я же пришла в 12. Это ужасно. И в конце концов, я с трудом от него говорю, послушайте, ваши там детки. Хотя там был шум какой-то странный, как компьютерные игры непонятного. Но вот рядом живет у нас Игорь Глушков. Он никакой экзотики. Он развел коров. Я не знаю, сколько у него дойных коров было? Восемь. Восемь дойных коров. Да. Кроме того, бучки подрастают. Сама Ганя выпарила здесь эти инкубаторы. 450 куриц. Она такая, ну, там арбузы, все у нее растет. Огородница. Вот, вот. Вот. Семер-семер ребятишек. А я же спросила, послушайте, у вас же семья, у вас дети. Я ему напомнила о нашем молочнике. Неужели вы верите нашему молочнику, что он постоянно на камере? Он очень активный блогер. А когда же у него ферма огромная работает? И за счет кого? Кто воспитывает малых детишек? Скоро же не будет трудно. Детишки вырастут. И надо больше знаний в них вкладывать. А кто же на ферме работает? Ему-то там, эти, приезжают помощники. Вот. Значит, надо нанимать рабочие люди. И надо их оплачивать. Их хорошо оплачивать. Вы на это способны. Вы будете экскурсии водить. А кто будет вашими огородами? Неужели вы завтра будете показывать американцам, вот там свалка у вас, вот там. Вам же надо плантации еще насадить и в хороший вид привезти. Один человек побудет, другим расскажет, они за сто лет будут обходить. И даже одного надо еще зазвать. Дайте рекламу, но вам рекламировать нечего, там недостроены, ну и так далее. Это так забавно. Он такой ребенок был, увлеченный, увлеченный совершенно далекой от реальности. А Игорь Барабаш, сколько он, скотина, 36 крупного родятого скота? А овечек, я не считал, сколько. Вряд ли он думает о туризме, да? Да какой? 450 у него гектар, горох, тататоннами, пшеница. И все время технику закупает, работает сын, закончивый университет, работает. Это меня смешило, что настоящему фермеру, хозяйственнику, не о туризме. Ему бы только найти несколько часов поспать, чтобы завтра опять на работу. А это в таких облаках витает, забавных. И давно уже. И очень давно. У меня знакомый один был такой, ему все нужно было делать оригинальное. Я не говорю в каком-то... Но если бы делать, а ведь здесь у него только один язык. Да. И вот он значит, что? Вместо куриц, курицы там ездят, а развести страусов. О-о-о! Он разводил страусов. А? Он разводил страусов. Ну, слушай. Вот. Ну, страусы, страусы. А теперь дальше-то. Страусов выгода держать, когда их не меньше полторы тысячи. И когда мясо где-то... Здесь мясо никто не будет брать, куриное. Я не знаю, что, какого цвета и что такое-то. Я говорю про одного. Как бы не про него. Дальше, если собака, она должна быть только породистая. А породистая собака есть, которая ни к чему не угодна. Она не охраняет, не может ничего. Она красивая. А красивая? Ну, красивая жена, она сидит, ничего не делает. А обед не готовит. Зачем она тебе? Каждый день на батарее ГТИ щиту разогревает. Она печку не растопит. И все. Собака такая. И все получается. Породистая собака. А страус самец намного дороже, чем эти. А на одного самца несколько самок. И эта породистая собака бросается на породистого страуса. И тогда вела его. Значит, ущерб рекой ушел. И теперь ничего нет. Это я говорю про какое-то государство. С этим человеком, я говорю, он только ребенок. Взрослый ребенок. Уже многодетный отец и ребенок. Я ему напоследок сказала, прежде чем взяться за дело, надо его изучить. Изучить со всех сторон. И может быть, будет какой-то шанс успеха. Никакого. Только работать надо. В деревне, когда вы слышали про это, все понимают. Надо работать. Косить. Бери, рядом у тебя живет брат родной. Сколько коров у него? Коров возводи. У брата сколько? У нас у Володи было-то 100 свиней. У батюшки 100 вещек. Она, ты ложишься спать, а курочка весов себе уже днем наливала где-то. Вот Люба, сколько она гусей разводила, индюков. Шесть и восемь пород, кури сразу. Поэтому я сравнила его с Джастоном. Я ему это сказала. Так напротив живет она, одна женщина. И думать такими эфемерными где-то. Это я понимаю. Люди, которые были у Германа Стервегова. Вот да. Они заражаются этим. Но тот награблен миллиарды рублей, миллиарды. И теперь оттуда у него все это. У меня денег нету. И он никому нигде. Во-первых, никому не давать. А зачем? Ты ходишь в патриархию, это не спасительное. Он старобрядцам клюкнул. А теперь старобрядцы, видимо, руку протянули. Это тоже ложная религия. И он никого сейчас нигде нет. Это надо уметь абсолютно лживый ум, разрушитель. И вот он, Герман, говорит. Вот надо закваску такую делать. А как, рожь в течение недели, там, квасить ее, то... А мужики стали делать. С бородами, все. Ну, соль надо правильно. Ну, соль мы не покупать. О-о-о, вон в чем дело. А где? Есть такая шахта, где добывают эту соль. А где добывают, я не скажу. Это как? Я сойду. Мне сказка такая понятная. Мужику барьер один сказал. Знаешь, разбогатеть очень легко. А как? Сколько тебе, в бешеных, семь? Вы в один горшок оправляетесь. А потом шубами закрой, тремя шубами закрывать. Запомни. И на печке. Через неделю все превратится в золото. Но одно условие. Только не думай о шкуре убитого медведя. Белого. Белого, запомни. О нем думать нельзя. Если будешь думать, то реакции не будет. Мужик как только не закрывает, он закрывает шкуру голову медведя. Да зачем же он не сказал-то? И вот так и здесь. Это шкура убитого медведя. Из дерьма не выпорочь ничего. Наш отец 10 ребятишек. Инвалид войны. И он целыми пас, скотина, овечки, поросята, все держал. Курицы. Так он инвалид войны. Еще какая-то иглота махонькая была там. Ну, я создала вопрос. Ну, как же так? Ваш брат, как давно он в Америке? Семь лет. Да никакой не брат. Кулимя, это двоюродный брат мой. Ну, все-таки. Какой его статус? Так он еще не гринкарты не имеет. То есть такой. Так мало того, сидит там, пьет какой-то коктейль и поносит Россию. Вот это тоже сказал. Поносит Россию. А батюшка по телефону говорит, да ты же здесь научился. Прекрасное образование дали. Игнесинку окончил. Да, да. Музыкантом. И что ты делаешь? Они каких? Вот Америка, то другое. Да, да. А что же он делает в Америке? Чего? Чего? Чего он там достиг? Он за какой-то старушкой ухаживал? Что у него есть в нем? Вырос, родился, крестился, все здесь. Мало того, мой крестник. И родители... Это тоже в Америке? Да, в Америке, которые. Это сын моей родной сестры. Так они против нас неизвестно в какой-то причине. Их так настроили. И сестра, и вот моя крестница. Не допустили ни разу в жизни ко мне. Какой я крестный? Да. И на этих дрожжах он вырос? Понятно. Понятно, что там ничего нет. И не благодарность, в первую очередь, а дальше сделать. Ну, и люди живут. Игнатий Тихонович, я увидела очередной вариант такой же ослепленности этим раем, в кавычках, который называется Америка или Запад. И вот этот человек... А что это означает от этой жизни? В кавычках. В кавычках. Рай. Рай – это настоящий ад. Ад, да. Да, падшего населения, деградированного населения. К сожалению. Вот. И этот человек почему-то опьянён. Ну, Волк, он мне сказал, что у нас в Америке 20 тысяч разных конфессий. Я говорю, это 20 тысяч ересей. Их в мире-то намного больше. Ну, а у него очередной он открывает свою жизнь в России. Никому нигде не подчиняются. Но я ему и книги подарил, и всё сделал как надо. Да и Бог, и чтобы он их открыл. Это меня не касается. Это от Бога я сделал, всё сказал, а дальше от меня ещё не зависит. Да. И расстались по-хорошему, и я молюсь каждый день о нём. Дай Бог, дай Бог. Да, там Господь как по... Так, я сейчас поеду. Подключите этого человека. Я сейчас пошёл в тюрьму. В тюрьму отряд. Всё. Один. Я только одно, может быть, не знаю, может быть, сделала глупость. Я сказала, у вас только есть один плюс. Заманить ваших туристов тем, что вы хоть немного расскажете о староверах, старобрядцах. Потому что эта тема там совсем закрыта. Там православие маленький процент, а это вообще. И этим можно публику заинтриговать, заинтересовать. Но вы должны сами знать эту тему, уметь изложить её в историческом аспекте и показать примеры. Костюм или какие-то атрибутики старины. О, да-да-да, у нас у меня есть устав, показывает свой устав. Но перейдите на английский. Но здесь я забыла. Он мне так заговорил уже 12 ночи, а у меня подъём в 4.40. Я забыла сказать, что вы хоть благословение-то получили на вашу идею у Игнатия Тихоновича, у отца Акима, чтобы сюда туризм посылать. Тем более ещё... Воровать, дорогу проложить. Вот, я и говорю, ведь если только сюда один турист и другой, особенно с китайской стороны, от Потеряевки, у нас уникальная деревня, уникальная, так вы цените её, а не открывайте ворота всем. Мы, которые ко мне приезжают, на десятки раз проверяем, спрашиваем, уверены. В том и дело, как же он-то, как-то Потеряевский житель, гражданин, можно сказать, изначально этой уникальной местности, он сам с этим согласен, и в то же время он не понимает, надо это беречь. А не открывать ворота. Горбачёв тоже открыл ворота Западу. И что? Какая канализация потекла? Нет, ну ладно, если бы открыл ворота, потому что я буду рассказывать о вере, о Боге. Но тут-то это не знаю. Это очень серьёзно. Это очень. Тогда всё остальное, может, ничего и не быть. Образумите человека, пусть он спустится на землю, пусть сначала обратят внимание, что у него детишки, надо их выращивать в Боге и вере, их воспитывать, а не мечтать, что там самолёты прыгнут к нему туристы, смотреть его хоромы. Я поехал туда, к нему сейчас. Удачи вам. Всё. Потом расскажите, какой был бег. Так. С Богом. Я сейчас пришью ещё у нас Ирина, она как не врача, а у меня сестра была. Девочки, определите, что с ней делать. Она мне сказала, что у нас здорово. Нет. Моя мать-то Надежда Васильевна. Здорово тем более. Какое питание, дополнительно что-то давать ей, чтобы она быстро... А видишь, какая она бледная вся? Она мне сказала, что... Она поправилась, чтобы... Она сказала, что её водили на медицинский осмотр, и врачи сказали, что она вздавала. Всё. Получила. Всё. Поговарим. Ой, Господи. Добрый день.